Канал НХЛ в полёте приветствует вас. Начинаем мы с матча Лос-Анджелес Кингс против Вегас Голден Найтс на теперь уже криптокум-арене. И вот уже в первой атаке спустя 9 минут матча игроки Вегаса открывают счёт. Джонату Марчесу посел шайбу в сторону у ворот Лос-Анджелеса и Райли Смит, отлично поработав на пятачке, открывает счёт. Проходит менее минуты, и Бен Хаттон в броском от сеней линии забрасывает шайбу в ворота Лос-Анджелес Кингс. Однако проходит опять немного времени, и уже игроки Лос-Анджелес Кингс шайбу в чужую зону, и Андриан Кемпе забивает гол! В ассистентах у него Анжи Копитар и Дрю Даути. Ничего тут не мог сделать Брюссоа, бросок в дальний угол, и Лос-Анджелес сокращает отставание. Однако опять проходит совсем немного времени, и Вегас теперь в атаке. Джонатан Марчесу отдает на Карлсона, но тот попадает в штангу, и Марчесу на подборе, гол! Бол! Джонатан Марчесу сегодня приносит своей команде очень много пользы. Игра Вегаса за воротами, и она приводит к еще одной забитой шайбе в ворота Лос-Анджелеса. 4-1 уже ведут Вегас в этой игре. И вот снова атака Вегаса. Бросок от синей линии, и Джонатан Квик растерялся, или был не в форме, непонятно. И прямо в домик пропустил эту шайбу, а она уже самокатом закатилась в ворота. 5-1 летит уже Лос-Анджелес. Шайбу забросил Матиас Янмарк. Однако играя в большинстве, Вегас допускает ошибку. И Рой отдает передачу на тревого Морамура. И тот выходит один на один с Ватарем и забивает шайбу в ворота. Вторая минута матча. Лос-Анджелес пытается вывести шайбу из своей зоны. Марчесу перехватывает эту шайбу и отправляет ее в ворота Лос-Анджелеса. Что-то у Королей сегодня явно не в порядке. 6-2. Вегас впереди. И Алекс и Афало все-таки сокращают отставание до 6-3. И, в принципе, на этом матч заканчивается. Три звезды этого матча. Адриан Кэмпе со стороны Лос-Анджелеса, который хотел со одной результативной передачей и одним голом. Чандлер Стивенса со стороны Вегаса, который оформил также одну результативную передачу и один гол. И, естественно, первой звездой признается Джонотан Марчесу, центральный нападающий Вегаса, который забросил два гола и отдал одну результативную передачу. Ну, а мы переезжаем в Тампу, где местные молнии встречаются с Монреалем. Монреаль в атаке. Бросок по воротам Легаси, но тот на месте. Однако Монреаль не растерялся. И Лукас Мейдема оказался быстрее всех на пятачке и отправил шайбу в ворота. 1-0. Монреаль пока ведет в этой встрече. Однако проходит меньше минуты. И игроки Тампы Бэй выходят два в одного. Потрясающая работа ног. Шайба в воротах. 1-1. Тампа сравнивает счет. Игроки Монреаля пытались там всеми силами как-то хоть противоборствовать, но Брэндон Пойн все-таки отправляет шайбу в ворота. И вот игроки Тампы опять снова, но вратарь спасает. Теперь не смогли разобраться игроки Монреаля с шайбой на своей участке зоны. И Брэндон Пойн опять оказался на пятачке быстрее всех и отправил шайбу в ближний угол ворот Монреаля. 2-1. Тампа Бэй взяла преимущество в этом матче. Теперь уже Монреаля в атаке. Они пытаются забросить, но теряют шайбу. Однако сами Нику как-то находят Фаэля Харви Пинарда. И тот забрасывает шайбу в ворота. Теперь Тампа Бэй в атаке и гол! В касании отличился Ролл Сколтон. В атаке Монреаль. Кауфилд передачу на Кейла Клага отдает. И тот пробивает владение. Максима Легаси. И вот теперь снова у нас равный счет в этом матче. 13-я минута матча. Монреаль владеет шайбой. Отдает зону атаки. Доктор Хэтман подбирает ее после потери. Но игроки Тампы снова теряют. Это Дэвид Саварт. И он отправляет шайбу прямо в девятку. 4-3. 4-3 Монреаль воспользовались ошибкой. И тут просто великолепный бросок. Такое взять сложно. Снова Пойнт пытается добить самостоятельно шайбу в ворота Монреаль. Однако после неудачи отдает передачу на пятачок. И Кори Перри, известный своей дотошной борьбой на пятачке, отправляет шайбу в ворота. Игроки Монреаля пытались как-то все-таки закончить эту встречу в основное время в свою пользу. Но ничем это не увенчалось. И мы едем в овертайм. Тут Стивен Стемкос прессует игрока Монреаля. Тот теряет шайбу. Виктор Хэтман отдает передачу на палату. И тот решает исход матча. 5-4. Победа Тампа-Бэй. Очень-очень сложная с Монреалем. Очень-очень плотная борьба здесь была со стороны Тампы-Бэй. Видно, что они хотели выиграть. И это дало свои результаты. И три звезды сегодня в матче. Максим Легоси, который сделал 27 сейвов. Второй звездой стал Анджей Палат, который забил решающий гол. И, конечно, очень-очень большой вклад сделал Брэнд Пойнт, который отдал одну результативную передачу. И сам забил два гола в ворота Монреаля. Ну а мы переходим к самому интересному матчу сегодняшнего дня. Не знаю, как я это буду комментировать, потому что здесь голы просто будут сыпаться. И мне, если честно, будет тяжело сейчас всех называть, кто забил. Но здесь видно, первый гол забивает Логан Кутюр. Это была четвертая минута матча. Ассистировал ему Тима Майер. Тут игроки Сан-Хосе хотели вывести шайбу из своей зоны. Но Фил Кэссел ее перехватил. И Лоусон Круз, броском в касание, отправил шайбу в ворота. Это 1-1. Отличная работа от Фила Кэссела. Он сам отобрал и сам отдал передачу. Двенадцатая минута. Как и в предыдущей ситуации, только со стороны Финикса они пытались вывести шайбу из своей зоны. Но перехват от Сан-Хосе и шайба оказывается в воротах. 2-1. На подборе отлично поработал Ник Банино. Снова, снова ошибки. Теперь со стороны Сан-Хосе остается менее трех минут до конца первого периода. И тут Круз передает на Яниса Мозера. И тот забивает свою первую шайбу. Опять ошибки и опять бросок в касании. Явно что-то с этой защитой сегодня не то. Теперь уже Сан-Хосе. Передача на Тимок уже приготовил свою пушку и отправил шайбу в ближний угол ворот Койотов. 3-2. Теперь атака Сан-Хосе. Опять забрасывает шайбу Джеффри Виилл. Проходит почти две минуты. Плотная борьба на синей линии зоны Сан-Хосе. Все-таки в ней выигрывает Аризона. И опять Филл Кэссел делает еще одну результативную передачу. И Клейтон Келлер забрасывает шайбу в ворота Джеймса Раймера. 6 минут до конца. И тут борьба на пятачке в зоне Аризоны. Игроки тут аж 7 человек собралось. И двое из них, игроки Сан-Хосе, они быстрее всех разобрались в ситуации. Отправили шайбу в ворота. Хотя непонятно, как они ее успели уловить в воздухе. Но тем не менее, шайба в воротах. Остается полминуты до конца второго периода. И тут Аризона забрасывает все-таки шайбу под конец. Счет становится 5-4. Но это уже гол в большинстве. Не проходит до двух минут от начала третьего периода. И Томаш Хёртл точным броском отправляет шайбу в ворота Аризоны. 6-4 ведет Сан-Хосе в начале третьего периода. Аризоны, естественно, сдаваться не намеренно. И на девятой минуте отправляет шайбу в ворота, поработав отлично на пятачке. После броска защитника от синей линии забросил шайбу снова Круз. Это уже дубль у него сегодня на счету. Сан-Хосе в атаке. Карлсон забрасывает шайбу во владение Аризоны. И там Александр Барабанов, поняв, что не очень удачная ситуация находится, отдает передачу на Логана Кутюра. И тут отличным броском замыкает ее и отправляет шайбу в ворота. Чуть больше трех минут до конца. Аризона в атаке. Кэссла дает очередную передачу на игрока Аризоны, Шейна Гостисбейера. И тот щелчком отправляет ее в ворота Сан-Хосе. И вот остается почти полторы минуты. Игроки Аризоны снова разыгрывают. И тут непонятно, что происходило вообще. Она пока парила в воздухе, попала в ворота. И мы едем в овертайм, но в овертайме ничего не произошло. И сразу на булиты, где Томаш Хёртл создает очередной гол для своей команды. А тут уже все-таки Раймеру повезло. Ну, как повезло, все-таки отработал. Вы видите его реакцию. Он все, он уже мечтал о том, чтобы этот ужаснейший матч закончился. Благодарит всех. И мы заканчиваем этот матч и поздравляем Сан-Хосе с победой. Три звезды этой голевой феерии. Лоусон Круз, который сделал две результативные передачи и два гола. Забил ворота Сан-Хосе со стороны Аризоны. Второй звездой признан Логан Кутюр со стороны Сан-Хосе, который забросил один гол и отдал одну результативную передачу. И первой звездой стал Александр Барабанов, который также отдал результативную передачу и забил один гол ворота Койотов. Теперь немного новостей. На Крипто-коп-арене в Лос-Анджелесе произошло историческое событие. Капитан Королей Анджи Коппет дал результативную передачу в матче с Вегасом. И таким образом он стал вторым в истории Лос-Анджелеса игроком, который отдал 673 ассиста, тем самым обогнал легендарного Уэна Грецкий, который после Эдмонтона как раз играл за команду из Лос-Анджелеса. А лучшим ассистентом в истории Лос-Анджелеса пока остается Марсель Дион. У него 757 передач. И у Анджи Коппетара, конечно, есть еще время на 100 передач, но посмотрим, как у него будет со здоровьем и с его карьерой. И хорошая новость для фанатов Киттру Пингвинс. Евгений Малкин приступил к силовым тренировкам. Майк Салливан уже высказался по поводу перевода нападающего на фланг нападения, что хочет его объединить опять в Сидни Кросби, потому что это одно из самых опасных звеньев не только в самом Питтсбурге, но и вообще в НХЛ. И, конечно, глядя на то, где сейчас располагается Питтсбург, это действительно важное для них усиление. Все-таки команда еще может побороться за кубок, пока оба спортсмена находятся в игровой кондиции, еще в играбельном возрасте. Поэтому, конечно, для болельщиков Пингвинов это будет хорошая новость. А на сегодня это все. Следите за событиями Национальной хоккейной лиги на канале НХЛ в полете.